В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Власть пойдет в народ. Составлен график встреч с населением. Еще один трофей. Футбольный клуб «Кандалакша» стал обладателем Суперкубка Мурманской области. Для детей и о детях Олег Бундур презентовал четыре новых сборника стихов. Власть пойдет в народ. Руководители сельских и городских поселений определились с графиком проведения встреч с местными жителями. Активизировать работу с населением не так давно руководителям муниципалитетов поручила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Согласно графику, опубликованному на сайте администрации «Кандалакшского района», встречи с гражданами будут организованы во всех населенных пунктах муниципалитета, начиная от Кайрал до Паяканды. Наведываться туда представители органов местной власти будут один раз в месяц на протяжении всего лета. Первые визиты в отдаленку намечены на 6 июня. Руководство Зеленоборского посетит Лесозаводский и Ковду. После наступит череда глав Зариченска и Аллакурти. Встречи с жителями «Кандалакши» запланированы с 23 июня. В дальнейшем, очевидно, если возникнет необходимость, практика проведения таких сходов будет продолжена. В минувшую субботу, 27 мая, свой профессиональный праздник отметили «Кандалакшские библиотекари». Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось в детской библиотеке на Первомайской 40. Профессиональный праздник – хороший повод собраться вместе за чашкой чая, обсудить планы на будущее, поговорить о перспективах и отметить отличившихся сотрудников городских библиотек. Теплые слова поздравления, цветы, почетные грамоты и благодарственные письма – это самая малость общей благодарности энтузиастам и подвижникам. Люди колоссально талантливые, потому что сколько интереснейших мероприятий вы готовите, помимо простой работы по подбору книг, по советам, то есть эти уникальные вообще мероприятия. И, конечно, хочу вас сегодня поблагодарить, наверное, даже не побоюсь сказать, что для всей страны за ваш вот этот вот вклад в развитие науки, культуры и просвещения. То есть ваша работа, она очень важна. В ходе торжественного вечера по случаю дня библиотек состоялось вручение еще одной очень ценной для сотрудников награды – премии имени Нины Андреевны Аниной, первого директора Кандалакшской ЦБС. В нашем городе она присуждается не одно десятилетие. На этот раз обладателем премии стала Ольга Алексеевна Голбан, ведущий библиотекарь краеведческого сектора Центральной библиотеки. Этот диплом выдан в первую очередь на основе за высокий профессионализм, творческий подход, вашу энергию и самоотдачу в деле вообще продвижения книги и чтения и в связи с общероссийским днем библиотекаря. Номинант премии 2017 года – Голбан Ольга Алексеевна. Сотрудники книгохранилищ, когда речь заходит о финансировании библиотек, зачастую оказываются на периферии, но всегда в авангарде, если дело касается просвещения горожан. Вклад работников библиотек в духовное, интеллектуальное и патриотическое развитие неоценим. Новые проекты, такие как «Пять минут чтения», «Библия ночи», «Косумерки», «Книжки на ночь», «Библию продленка», а еще заседания клубов по интересам, лектории по вопросам законодательства и компьютерные курсы грамотности для пенсионеров. Сегодня библиотеки приобретают статус социально-культурных центров. Интерес горожан к чтению не пропадает, а значит о том, что в век цифровых технологий компьютеры заменят книги, говорить рано. Хороший подарок в преддверии профессионального праздника сделал кандалакшским библиотекарем писатель Олег Бундур. Автор стихов и рассказов для детей, лауреат премии имени Корнея Ивана Чачуковского, решил выпустить сборник всех своих стихов, вышедших из-под пера за последние 29 лет. Увесистый том, выполненный почти вручную, а потому малым тиражом, будет передан в читальные залы. Под крышей одной специальное издание для читальных залов кандалакшских библиотек не единственный повод для радости за кандалакшского писателя. Буквально накануне стало известно, что одно из столичных издательств готово выпустить в свет книгу Олега Бундура «Без папы скучаю». Кроме того, произведения Олега Семеновича вошли в три сборника стихов для детей, а еще в новую редакцию букваря и учебников по чтению для младших классов. Параллельно кандалакшский автор работает над книгой о первопроходцах Арктики. А вот почти мемуары под названием «Что было потом» уже завершены. Не так давно отрывок из этой книги опубликовала российская газета. Это книжка немного как бы о детстве, но основная тема – это там русский и украинские отношения, русского и украинского. Поскольку мое детство прошло на Украине, а я живу в России и совершенно все знаю русский язык, иначе мне брали мои стихи для учебников, для букваря. И вот об этом, как мы в детстве жили, не обращая внимание, что мы украинцы, рядом Россия, и россияне – книжка об этом. В год 500-летия Кандалакши мы, конечно, не смогли обойти в разговоре с писателем его новую книгу, посвященную юбилейной дате. Называется она «Мой дом Кандалакши» и адресована в первую очередь школьникам. Доступным языком и опираясь исключительно на исторические факты, Олег Семенович рассказывает в ней историю нашего города. Я просто постарался все, что известно, переложить на детский язык, который был бы понятен и интересен. И насколько мне говорили критики в Петербурге, что это, в общем-то, одна из лучших моих книг прозаических. Потому что вот так написать документальную вещь, которую интересно читать, от главы к главы. Я очень рад, что я ее написал, потому что, ну, во-первых, я какой-то маленький долг моему любимому городу я отдал, я оставил, о нем написал. Правда, пока прочесть книгу о Кандалакши, написанную в преддверии Большого юбилея, можно только в электронном варианте. Но даст Бог, говорит писатель, получится издать ее. Скорее всего, не без помощи местных спонсоров и благотворителей. В аннотации к основному повествованию Олег Семенович, как он сам признался, впервые в жизни обратился к бизнес-сообществу и неравнодушным жителям нашего города с просьбой о помощи. Как уточнил автор стихов и рассказов для детей, для того, чтобы книга увидела свет, необходимо порядка 400 тысяч рублей. Когда-нибудь средства обязательно найдутся, а у кандалакшских ребят появится возможность полистать книгу, которая может смело претендовать на звание учебника по краеведению. На кандалакшских котельных наступает сезон опрессовок. Как правило, плановые мероприятия по проверке сетей на максимальную температуру предваряют плановые ремонты теплоснабжающих предприятий. Так, согласно графика, уже с завтрашнего дня, с 30 мая, опрессовки начнутся на первой центральной котельной, 22-й Зеленоборской и 17-й Нивской. Далее коротко о других заметных событиях. На время проведения единого государственного экзамена по обязательным предметам, математике и русскому языку на базе пунктов сдачи ЕГЭ будут работать специальные системы, которые позволяют глушить сигнал мобильной связи. Меры предосторожности вводятся сейчас на территории всей страны. Главная цель – свести к минимуму возможность списывания. Первый обязательный экзамен состоится 31 мая. Выпускники школ будут сдавать математику профильного уровня. Выпускников кандалакшских школ приглашают продолжить образование в Орловском юридическом институте МВД России. ВУЗ проводит прямой набор по направлению «Правоохранительная деятельность». Воспользоваться схемой прямого набора могут абитуриенты, принявшие решение поступать на очную форму обучения за счет средств федерального бюджета. Абитуриент может заполнить и подать необходимые документы для поступления дистанционно на сайте ВУЗа без личного присутствия. В Заполярье стали чаще выявлять фальшивые деньги. С начала текущего года в регионе зарегистрировано полсотни фактов обнаружения поддельных банкнот. Как показывает анализ, в основном подделывают денежные билеты достоинством в 5000 рублей. Подделки отличаются высоким качеством изготовления и без внимательного изучения их можно спутать с подлинными. Синоптики произвели замеры уровней загрязненности атмосферного воздуха. Исследование длилось целый месяц, пробы взяты во всех городах области. Согласно данным наблюдений, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимые нормы в большинстве городов Заполярье. Исключение составляет лишь никель. 28 мая на стадионе города Полярной Зори состоялся розыгрыш Суперкубка Мурманской области, который принес очередной трофей в копилку наград футбольного клуба «Кандалакша». Встреча с непримиримым соперником, мурманским «Динамо ГПС», закончилась со счетом 4-0 в нашу пользу. И это уже шестой суперкубок области, завоеванный ФК «Кандалакша». И 17-й трофей клуба за всю его историю. Впереди у кандалакшских футболистов игры чемпионата области. Ближайшая намечена на 3 июня. Она пройдет в Мончегорске. Кроме того, футболисты примут участие в розыгрыше 1-й четвертой Кубка Мурманской области. Игра состоится 7 июня. ФК «Кандалакша» встречается с Кулатомом из «Полярных зорь». На этом наш выпуск подошел к завершению. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас в это же время. Всего вам доброго, хорошего настроения и до встречи. Продолжение следует...